Ребята, всем привет! Вы с Аленой, вы с холистическим психологом. Сегодня с вами говорим на тему болит голова, мигрень. Напоминаю, я клинический психолог, холистический психолог. Я работаю с образом жизни, с витаминами, минералами и с вами. А сегодня с вами говорим, как говорю, как говорим, как говорю, про мигрень. Почему улыбаюсь? Потому что очень много было в прямом эфире клиентов. Сегодня вы знаете, что я веду марафон «Жизнь без невроза». И было очень много вопросов про мигрень. Почему так бывает? Давайте с вами поговорим кратенько, но я буду давать разные моменты, которые влияют на то, как вы чувствуете. Во-первых, дисплазия соединительной ткани есть у 90% населения планеты в разной степени. И здесь задействован и нижний этаж, и верхний. Бывает застой желчи в печени, есть застой венозной крови и лимфы. Все это априори нарушает дренаж и нарушает приток крови к головному мозгу. В итоге такая картина. Когда, например, человек разогревается в бане, на тренировках, у него может начаться дикая мигрень. Например, другая история. У человека дефицит кальция и магния, на этом фоне идет мигрень. Работа с желчным тоже может дать мигрень, потому что все токсины пойдут в кровоток. И, соответственно, будет очень-очень неприятно человеку. Могу сказать, что для того, чтобы мигрень была не столь явной, очень важно для себя проработать вот какие моменты. Это психологическая подоплека. Если есть причины мигрени психосоматические, то это решает психолог. А другой момент это травмы шеи, шейного отдела, травмы ЖКТ, сидячая работа и дисплазия соединительной ткани. Что нам нужно? Постараться нужно выполнить физическую культуру, восстановить дисплазию. Я говорила, как в своем ВКонтакте целый пост по добавкам и питанию вы можете скачать и пользоваться. Также могу сказать, что если есть мигрень и она связана с застоем, то очень важно работать с кровообращением, то есть двигаться. И это все приведет вас к состоянию нормальной сосудистой стенки. Если хотите решить вопрос с нутрицептиками, то я рекомендую всегда посмотреть в сторону витамина С два раза по 500 мг. Но в форме аскорбат, если есть проблемы с почками, магний, обязательно коэнзим. Если есть застой в лимфе, то идет отек в шейную область. Соответственно, это все можно снять и при помощи и нутрицептиков, и движения, и образа жизни. Да, я считаю, что можно с этим справиться, если вы действительно очень-очень хотите. Напишите комментарий. Я буду вечером проводить прямой эфир с добавками и с тем, что вам может помочь. Пишите.